Сейфовый замок, ну и сам сейф, секюреме, техно макс, наборной инструмент. Он будет в двух вариантах, просто сам наборник с наборными пинами и второй вариант наборник плюс крючок с меткой и плюс разметка на рукоятке. Ну то есть более удобный вариант, ну соответственно и немножко по другой цене. За все замки не скажу, но на руках два замка, рабочей высоты всего три, шагом около двух миллиметров. Тут на всякий случай четыре шага плюс первая нулевая, на всякий случай. Но по факту для открытия у нас тут с тремя высотами работаем только второй и четвертой высотой. То есть по сути двумя высотами работаем для открытия. Первая высота это соответственно нулевая. Я не буду весь процесс открытия показывать, хотя я думаю принцип наборного ключа многим понятен. Я не сначала начну. Два оборота. На втором обороте ключ не достается. Ключ не имеет диагональной симметрии, ну то есть он не зеркальный. Соответственно каждый оборот набираем отдельно. Крючком работаем по правой стороне. Если не удобно вставлять крючок отдельно, значит, ну после наборника, значит, сначала заводим крючок, поднимаем его. И после этого вставляем инструмент. Делаем небольшое натяжение и, как обычно, по зажатой. Нащупываем зажатую. Крючок можно оставить в инструменте. Зажатая у нас первая. Появился люфт. Продолжение следует... Продолжение следует... Отвёртка магнитная. Третья от меня накручиваем. Третья от меня накручиваем. Все равно зажата. Выкручиваем ее обратно. И ставим высоту выше. То есть, как и все наборные, работаем снизу вверх. Оборот есть. Можно крючок достать. Один оборот есть. Достаем. И так как ключ не зеркальный, начинаем следующий оборот по новой. Ну, предварительно записав или запомнив или сфотографировал первый оборот. Вот такой инструмент. Сейчас я показываю это первый вариант. В комплект входит наборник, отвертка и наборные пины. Второй будет вариант. Это все то же самое. Плюс крючок с меткой. И плюс рукоятка будет иметь вот такую разметку. Ну, для удобства. Для скорости, для удобства. Цены будут на сайте. Ссылки, телефоны, все будет на видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok